Библейский портал экзегет.ру представляет 32 глава книги Иезекииля для библейского портала Экзегет. Читаю свой перевод с небольшими комментариями. У нас все тема Египта. Конечно, Иезекииль говорит на территории Вавилонии, говорит израильтянам, Египет здесь, казалось бы, ни при чем. Но это такое риторическое, полемическое обращение к Египту. В прошлой главе, 31-й, мы читали, что Египет ничуть не лучше Ассирии. Ассирия погибла и с Египтом произойдет то же самое. Эта тема продолжается в 32-й главе. Гибель Египта. В первый день 12-го месяца, 12-го года, это все от переселения той группы, к которой относился и сам Иезекииль, было мне слово Господне. Сын человеческий, подними плач, о фараоне, царе египетском, и скажи ему, среди народов подобен ты молодому льву, ты похож на чудище морское, вздымаешь воды речные ногами, взбиваешь пену в реках, баламутишь воду. Египет очень часто связывается именно с водной стихией, ну, потому что Нил, главный река, от которой зависит, собственно, все благополучие Египта, есть такой вот центр Египта, да, но в любом случае он здесь больше, чем просто обитатель Нила, какой-то крокодил, бегемот, он еще и молодой лев, и морское чудище, то есть, ну, некоторое сильное существо, которое на многое способно, но и оно, тем не менее, уступает, естественно, Богу. Так говорит ладыка Господь, «Раскину на тобой сеть месть со множеством народов, вытащат они тебя моим неводом, и швырну тебя на сушу прямо в поле, брошу тебя и поселю на тебе птиц небесных, насыщу тобой зверей со всей земли, мясо твое раскидаю по горам, твоей былой статью наполню долины, землю напою реками твоей крови до самых гор, все овраги ей наполнил». Вот такое довольно жестокое изображение, но этого самого гигантского крокодила-бегемота выбрасывают на сушу, где он не может жить, и он идет на пищу зверям и птицам, которые раздирают его труп. В принципе, с Египтом подобные вещи и происходили, потому что в сухопутных столкновениях с другими империями, с Осирией, раньше с Вавилоном, теперь он действительно терпит поражение и, конечно, несет большие потери. «Когда разделаюсь с тобой, помрачу небеса, звезды на них и солнце закроют тучей, и луна не даст своего света. Помрачу ради тебя небесные светилы, и тьму наведу на твою землю пророчество владыки Господа». С одной стороны, это некая такая ново-египетская казнь, у нас уже описывалось это в книге «Исход», а с другой стороны, это признак траура. Когда погибла Осирия, мы читали в прошлой главе, то были затворены источники воды. Началась засуха. Здесь с Египтом что-то еще более грозное. Вот гибель этих империй, хотя Господь предупреждает о них, хотя он вовсе не считает эти империи чем-то вот своим, чем-то таким, что нужно поддерживать, охранять. Но, тем не менее, их гибель все равно повод для траура, все равно повод для того, чтобы природа каким-то образом огорчилась, смутилась, вот замолчала. «Смутся отца сердца многих народов, когда я свершу твое падение посреди племен в разных странах, которых ты даже не знал. Ужаснутся из-за тебя многие народы. Дрожь пробежит по их царям, когда будет сверкать перед их лицами мой меч. Будут они трепетать, что они миг за свою жизнь в тот день, когда ты падешь». Ну, естественно, падение большого государства, Великая империя порождает смятение, дрожь в малых государствах, потому что, ну, если такая страна погибла, то нас-то что ждет? Так говорит владыка Господь. «Грядет на тебя меч Вавилонского царя. Все множество твоих людей падет от мечей богатырей. Все они из самого жестокого среди народов. Низвергнут они гордость Египта, погубят все его множество». Ну, видимо, намек на завоевание Египта вавилонинами, что действительно произошло. Ну, не намек, даже абсолютно открытым текстом это сказано. «Я погублю весь его скот, что пасется при обильных водах, и нога человека впредь мутить их не будет». То есть человек к этим водам не подойдет, и копыта скота не замутят. «Тогда дам покой этим водам, и эти реки потекут словно масло». Пророчество владыки Господа. Вроде бы для рек хорошо, но для людей это плохо. То есть не сами люди не подойдут к воде, они их скот. «Опустошу я египетскую землю, опустеет она некогда изобильна, и поражу я всех, кто в ней живет, и тогда будут знать, что я Господь. Вот плач, который служат люди, и будут петь его дочери разных народов, о Египте и обо всем множестве его людей его споют. Пророчество владыки Господа». Ну, и вот этот плач дальше будет приведен. То есть еще и еще раз оказывается, что даже тогда, когда вершится некий Божий суд, некая справедливость, все равно людей-то жалко, все равно есть и момент скорби во всем этом. «В пятнадцатый день, первого месяца двенадцатого года, того же самого, было мне слово Господне. Сын человеческий, оплачився множеству египтян, и повергни его вместе с дочерями могущественных народов в нижний мир, к сошедшему в могилу». То есть плач одновременно повергает Египет туда. Плач – это то поэтическое действие, которое как бы завершает гибель, которое уже отмечает похороны. А дальше сам плач. Ну, в плаче тоже много полемики, тоже много рассуждений о том, почему, собственно, бы Египту не погибнуть. Разве ты лучше прочих? «Прочь лежать тебе вместе с необрезанными», это, соответственно, филистимляне и некоторые другие народы. Большинство народов на Ближнем Востоке совершало обрезание, как, кстати, и сегодня мусульмане его тоже практикуют. И, соответственно, необрезанные, это такие чужаки для всех, включая Египет, потому что в Египте было оно известно. «Они падут среди тех, кто сражен мечом. Меч наготовит, тащите Египет и все его множество. Скажут о нем о его помощниках среди шиола, вожди богатырей. Вот и сошли они, необрезанные, пали, сраженные мечом». Снова мы читали в прошлой главе, там эдемские деревья принимают к себе в шиоле, в мире мертвых, кедр, которым была Осирия. Здесь герои принимают, египетские герои. В принципе, тот же самый смысл. Человечество, уже умершее, принимает те, кто вновь приходит, свежих мертвецов и даже не приветствует их, а как бы подчеркивает, что это вечный порядок вещей, тут ничего не изменить. Там Осирия и все полчища ее. Кругом их могилы пали они, сраженные мечом. То есть она уже там, и Египет идет по ее следам, как в предыдущей главе это отмечалось. Похоронена она, Осирия, в самой глубокой могиле, и полчища ее похоронена вокруг нее. Все они сражены мечом и пали, те, кто прежде сеял ужас на земле живых. Но не только Осирия, есть и другие страны. Про некоторые из них мы даже толком и не знаем, кто они. Там и Элам со всем множеством своих людей. Элам – это область еще к востоку от Вавилонии, тоже вавилонинами захваченная. Со множеством своих людей, что похоронены вокруг него, все они сражены мечом и пали, сошли необрезанные в могилу. Те, кто прежде сеял ужас на земле живых, с позором сошли в могилу. Понятно, военное счастье переменчиво, вчерашний победитель, сегодняшний побежденный и даже убитый. Среди сраженных Элам положили, а с ним и все множество его людей вокруг их могилы. Все они необрезанные, сражены мечом, сели прежде ужас на земле живых, а теперь с позором сошли в могилу, лежат среди поверженных. Повторы – то же самое, что про Осирию. То есть судьба-то одна и та же, просто в истории она часто повторяется, и говорят более или менее одни и те же слова. Там Меша, Хатувал, никто толком не знает, кстати, какие это области, но какие-то дальние и довольно дикие с точки зрения библейских авторов. Там Меша, Хатувал, со всем множеством своих людей, что похоронены вокруг них. Все они необрезанные, сражены мечом те, кто прежде сели ужас на земле живых. Они не лежат с павшими богатырями из необрезанных, что сошли в шоу со своим оружием. И мечи положили себе под головы, а вина их осталась на их костях, потому что богатыри эти сели ужас на земле живых. Такое представление, как у викингов прямо древних, что вот сойти в могилу с мечом, не выпуская оружия из рук, это очень хороший признак. Это значит умереть, как настоящий воин. И одновременно вина остается на костях. То есть они в каком-то бестелесном виде оказываются в мире мертвых, а кости несут на себе вину, потому что они были жестокими завоевателями. И ты, обращение к Египту, будешь уничтожен среди необрезанных, падешь среди сраженных мечом. Там и Эдом со своими царями и знатью. Какими-нибудь богатырями, а и они пали среди сраженных мечом, легли вместе с необрезанными, сошедшими в могилу. И дом соседний, довольно близко родственный народ. Там и правители с севера, все они и все седонени, это один из финикийских городов, то есть о финикийцах речь, пали среди сраженных, хоть и внушали ужас, посрамлено их былое богатство, лишат они среди необрезанных, сраженных мечом, с позором сошли к лежащим в могиле. Увидят их фараоны, утешатся обо всем множестве своих людей, сраженных мечом фараоны все его войско. Чему тут утешаться, что не он один убит? Ну, очевидно, да. Очевидно, вот фараон, это такой властитель, некий гипотетический фараон, ни разу не назван по имени, для которого главное быть не хуже, чем прочие, пусть при этом все плохо, но у других-то тоже так. Пророчество владыки Господа. Хоть и дал я распространиться ужасу пред ним по земле живых, но ляжет он среди необрезанных, сраженных мечом, и фараон, и все множество его людей. Пророчество владыки Господа. Ну вот, на этом заканчивается такое пророчество против Египта, длинное, развернутое. И напомню, что оно связано прежде всего с тем, что перед Ассирийской и Вавилонской угрозой израильтяне пытались найти какую-то опору, искали ее прежде всего в Египте, в еще одной мировой державе, которая была тоже достаточно близка и которая могла бы противостоять Ассирийцам, Вавилонинам, но этого не получилось. И проблема не в том, что они выбрали не ту сторону, надо было Ассирию, они выбрали Египет, или Вавилону, они выбрали Египет. Но проблема в том, что они действительно решают свою судьбу при помощи обращения к неким могучим государствам, но не пытаются при этом быть тем, чем призваны быть, народом Божьим на земле.